Артур, здравствуйте! Я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задавали в письме. В письменном виде это очень сделать неудобно, лучше наглядно. Вот он наш рабочий Adobe Illustrator, последняя версия. Adobe Illustrator CC я работаю в 2018, но в 2019 сейчас еще ничего не поменялось визуально. Это у меня рабочая среда автоматизации, ее можно настроить в окно «Рабочая среда автоматизации». Всегда сюда переходите, у вас возникнут две боковые панельки. Я люблю работать вот таким образом. Это смещено, здесь включены основные моменты. Плюс ко всему слои я люблю помещать вот сюда, слои и монтажные области. Тогда у вас полный набор по вашим характеристикам будет приходиться на правую сторону. Слева, соответственно, вот она панель инструментов. Когда документ большой, вытягиваем ее, когда маленький, можно работать в два слоя. Это позволяет просто увеличить рабочую зону. Первое, что вы меня спрашивали, как открыть несколько документов в панели Adobe Illustrator. Вот она панелька, которая у вас возникает. И теперь, зайдя в файл, например, новый, если вы создаете, вы можете создать новый документ, выбрав у него нужные параметры. Вот он появился. Соответственно, между ними вы можете перемещаться, просто щелкнув по данной вкладочке. Если вы хотите открыть файл, который вы открывали недавно, опять же, через меню File, открыть последние файлы. И вот здесь у вас будет список тех файлов, с которыми вы работали, и которые вы недавно открывали и сохраняли. Если здесь нет, то, понятное дело, что можно нажать открыть и выбрать непосредственно тот файл, который вам нужен. При этом через открыть можно как растровое изображение, так и векторное из формата PNG, IPS, AI, любой векторный формат, даже SVG. Соответственно, вот они переключения. То есть открываете файл, вот он открывается по соседству. Вы его видите, можете ходить между файлами. Никакой проблемы нет. Тот файл, который мешается, нажимаете закрыть, он закрывается. Соответственно, у меня там ничего не было сделано. Если я сделаю какое-то действие и нажму на закрыть, он мне предложит сохранить данный файл. Тот он мне не предлагал сохранить, потому что в нем ничего не было. Он просто нулевой пустой. Когда говорите «Да», программа предлагает «Куда», выбираете, соответственно, формат и сохраняете по классической схеме. Еще один момент. Вы не нашли панельку «Трансформация». Смотрите, в среде автоматизации, когда у вас полноэкранный режим Adobe Illustrator, просто когда вы сворачиваетесь, ее может быть не видно. Вот она сверху, ось Х, ось У, ширина и высота. Соответственно, вот эта цепочка показывает сохранение, соотношение длины и ширины. Можете задавать. Плюс ко всему окно «Трансформирование». Все панели, которые вы не можете найти, находятся вот здесь. Те, которые стоят в галочке, активны. Те, которые не стоят в галочке, не активны. Соответственно, вот оно, трансформирование, и вы можете задать необходимый вам параметр. Будь то расположение относительно оси Х, У, или будь то расположение по ширине или по высоте. Плюс ко всему здесь же можно и повернуть, и здесь же можно скосить на какой-то угол. Все это можно легко делать. Вот здесь полными настройками. И тоже вот она взаимосвязь. Плюс ко всему, смотрите, все трансформирование, оно осуществляется в единицах измерения документа. Например, у меня сейчас это миллиметры. Если вам вдруг понадобится поменять единицы измерения, Редактировать настройки. И вот здесь у нас должно быть единицы измерения. Редактировать установки единицы измерения. И здесь вы можете выбрать те единицы измерения, которые вам более комфортны. Будь то миллиметры, сантиметры, дюймы, пункты, пикселы. Как вам удобно. Также для обводки. По умолчанию она всегда идет в пунктах, но вы можете, например, сделать в миллиметрах. Если у вас это пойдет на полиграфию, вы должны быть уверены, что данная линия будет миллиметр толщиной. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы по данным урокам. Жду следующих и продолжайте работать. Удачи! Пока-пока!